Друзья, всем привет! Недавно мы разбирали мой косметический стол, и теперь настала очередь моего кейса визажиста. Чемоданчик, с которым я езжу работать. Он у меня, конечно, уже старенький, он разваливается, его необходимо заменить, но пока у меня замены нет, поэтому будем собирать с вами этот. Как только прикуплю новый, будем собирать, соответственно, новый. Я вытащила всю косметику, она вот здесь вот в сторонке лежит, все карандаши вытащила, опять же, вот они тоже здесь огромной кучей, отделение из этого чемодана, вот все, все расчистила. И сейчас нам нужно будет полностью его освободить, протереть и заново собрать, чтобы я могла отправиться на работу. Я протерла весь свой чемодан при помощи вот этих салфеточек от BeColor. Это салфетки для снятия макияжа, но я их также использую вот по такому назначению, протираю чемодан. Расточительство, скажете вы, но они хорошо с этой задачей справляются. Как я уже и сказала, чемодан у меня старенький, он весь уже грязный, тут некоторые пятна абсолютно не оттираются. И я его протираю, ну чисто от всякой пыли, знаете, вот этого мелкого мусора, чтобы этого там не было. Кстати, кто знает какие-то хорошие качественные чемоданчики и удобные для визажистов, можете покидать мне ссылки в комментариях. Я присмотрюсь и, может быть, что-то из этого выберу и куплю. Сейчас я протру вот эти вот отделения. Тоже смотрите, вот это у меня, видите, как разорвалось. К сожалению, склеить мне его не удалось, но ничего страшного. Так как в моих планах все равно покупка нового чемодана, то пока похожу вот с таким. Вот, теперь у меня здесь есть раз, два, три, четыре, пять отделений, плюс вот эти вот кармашки. Раньше я в них носила кисти, но теперь я ношу кисти в отдельной косметичке, потому что здесь носить кисти не очень удобно, они могут замяться, помяться в дороге. Поэтому сюда я теперь складываю карандаши. Ну и давайте, собственно, к карандашам и перейдем. Итак, карандаши, которые мы будем сюда сейчас помещать. Первонаперво у меня здесь целый отряд, по-другому не скажешь, карандашей от Шик, потому что ее карандаши в дереве я просто обожаю. Посмотрите, какое у меня их количество. Для губ, значит, это у нас лимиточка новогодняя. А нет, вот эта лимиточка новогодняя, это Флоренц. Но они на самом деле по цвету немного похожи. Гарда, Дженова, хотя... А, Генуэ, Генуэ, да, правильно простить? Генуэ. Это карандаш для глаз, но я его использую либо для построения формы, либо для губ, он мне очень для этих целей нравится. Беладжио карандашик, опять же, для губ. И Верона, совсем свеженькая, потому что одна у меня уже закончилась. И еще карандашики для глаз, это Бергама и Полерма. Их все я, соответственно, помещаю вот в эти отделения. Далее, опять же, карандаши для губ, но на этот раз от NYX. У меня тут много их оттенков, я тоже люблю эти карандаши. И на самом деле берегу их, стараюсь понемножечку использовать, потому что сейчас их добывать достаточно сложно. Что по оттенкам у меня здесь? Браун, Бруклин Торн, Мунвок, Какао, вернее, Кокоа, Мофф и Нью Труффл. Вот такие вот оттеночками отправляются соседствовать с Шик. Чпоньк, сюда. Кстати, забыла про этот карандашик от Шик в оттенке Милана, красный, конечно, он нам тоже пригодится. Вот я его карандашиком от Шик помещаю. Следующие карандаши, это карандаши от Гуар, оттеночек Роуз-Ройс, если я не ошибаюсь. Да, Роуз-Ройс. Это оттеночек Ньют Беш и Ньют Роуз, вроде бы. Да, и Ньют Роуз. Эти три цвета также я сюда погружаю. Ребят, сейчас будет немножечко шумно, возможно, я открыла окно, ужасно жарко, невыносимо под лампой стоять еще в такую адскую жару, поэтому, простите, возможно, вы услышите какой-то шум с улицы. Еще оттеночек Капучино от Стеллари, один из моих любимых, 0,9. 102 Беш от Морены, Шу, 48, разумеется. От Нинель два оттенка, первый 212 и второй 211. Вот эти вот два карандашика тоже вместе со мной едут. И 0,7 от Вивьен Сабо. Переходим к карандашам для глаз. И для начала я покажу вам этот карандаш прекрасный от клея, я уже много раз показывала, это коричневый, черный у меня закончился, нужно докупить. Дальше для слизистой я еще люблю или макияж, они прям супер такие, знаете, стойкие, их ничто, кроме гидрофильного масла, не берет. От Морены черный карандаш, ну это скорее форма простроить, либо если мне нужна очень мягкая слизистая межресничка, которую можно подтушевать, потому что или макияж не подтушевать вообще ничем. От Пэт Маград черный, опять же, у меня тут немножко осталось. Вот такой маленький огрызочек от Иль Макияж, это тоже черненький карандашик в оттенке Бэтмен, и он практически закончился, я не могу с ним расстаться, я хочу допользовать его прям вот пока невозможно будет его наточить от такого состояния. От Романовой Secret Haze и от Chic Twinkle 04 оттеночек. Эти карандаши для глаз я вот сюда вот помещаю в соседнее отделение. Давайте не будем падать. Вот так, замечательно. Дальше идут карандаши для бровей, они практически все у меня от Chic, кроме вот этого, этот от NYX, он рыженький, и он вообще-то мой, но я начала его носить с собой, потому что сейчас много появилось девушек с рыжими волосами, какой-то, видимо, актуальный модный цвет, я не знаю, в общем, я ношу с собой. А от Chic у меня Medium и Tau в количестве нескольких штук, они дублируются, потому что заканчиваются очень быстро. Так, еще для бровей у меня есть чудесный карандашик от Beauty Bomb, тоже высокий, тоже его к этим положу для бровей карандашиком. Дальше у меня идут карандаши красные, бордовые, розовые, то есть это розовые, это от MAC More to Love, от Vivienne Sabo, оттеночек 107, и от MAC Cherry. Их также я вот сюда вот помещу, потому что если мне понадобятся яркие губы, то я буду использовать эти карандаши, либо вот эти вот карандашики, это карандаш от Mr. East номер 781, карандаш от Make Up For Ever, такой вот, это оттеночек Free Burgundy, и от Make Up For Ever это универсальные карандаши, то есть они могут использоваться как для глаз, так и для губ, собственно, наверное, как и все карандаши, поэтому тут особо можно было не делать такую пометку. Еще вот такой вот карандашик в очень модном оттенке 110 от Vivienne Sabo также погружаю. И несколько еще карандашиков, таких, знаете, остаточных, то есть у меня тут карандаш от Make Up For Ever, такой зеленый, насыщенный в оттенке Absolute Emerald номер 300, от Be Color бежевый карандашик, и два карандаша для построения формы, это RAD в коричневом оттенке, и 506 Endless Cacao от Make Up For Ever. Ну и последние карандаши обещаю, карандаш от Limbas в оттенке Cinnamon, Sienna от Chic, и от MAC оттеночек Coffee, я им родинки рисую. Все, с карандашами завершаем. Ну, я правда ношу с собой очень много карандашей, возможно, это перебор, но мне хватит на все случаи жизни, да, не будет такого, что меня что-то попросили, а у меня нет карандаша, чтобы выполнить какую-то определенную работу. После того, как я сложила все карандаши, я складываю косметику по этапам создания макияжа, и первое, это уход, поэтому для начала в большое отделение, так как вот эту основную часть не поместится, я складываю мицеллярную воду от самоката у меня, но это не важно, значит, любая мицеллярная вода мы все равно ее смываем, и дальше тоник от Анны Шаровой, это увлажняющий тоник, он мне тоже очень нравится, уже практически закончился, но у меня лежит вторая запасная банка. Кладу их в большое отделение, и перехожу к дальнейшим действиям. Теперь я складываю вот такой увлажняющий крем, у меня это от Dr. Altea 147HA, у меня было два подобных крема, вот этот и 345-й, по-моему, не помню точные цифры, приложу где-нибудь здесь картиночку. Они мне оба очень нравятся, они прям замечательные, на них классно ложится мейк, и удобная туба, да, брать с собой, поэтому складываю вот сюда вот в отделение. Дальше идут базы, и первая от Laura Mercier, матирующая, блюрищая, и вторая это Vail от Hourglass, я очень люблю эту базу, она, знаете, делает кожу такой прям бархатной, прям нежный, потрясающий на ощупь, на нее очень классно ложится в дальнейшем макияж. И моя любимая увлажняющая база витаминная, с витамином С от Bobby Brown, тоже отправляется сюда. Так как сегодня мне предстоит накрасить несколько моделей, я не знаю у кого какая кожа, я лучше возьму с собой чуть больше с запасом, но буду уверена, что мне на всех всего хватит. Теперь переходим к тональным средствам, и первый продукт это CCC Cream от бренда Yure, у меня оттеночек Light, я уже его показывала в одних из первых впечатлений, мне прослали не тот оттенок, я заказывала Medium, мне прислали Light, он мне не подходит, но зато он чудесно подходит практически всем моим клиентам и моделям, потому что они преимущественно светлее меня бывают по оттенку кожи. Также со мной поедут два вот этих тончика от бренда Inglot, серия Plain, и это оттеночки 42 и 41, я могу их смешивать, могу в моноварианте наносить, они очень легкие, мне нравится, как они смотрятся на коже. И заканчиваю сейчас вот этот Velvet Cover в оттеночке 102, остальные у меня уже закончились, этого еще немного есть. На случай, если мне нужно уплотнить покрытие, либо изменить оттенок, я вожу с собой в качестве аджастеров вот такие вот маленькие тональнички Creamy Air от бренда Mac U Pro, на самом деле это тональные для аэрографов, но я с их помощью это разбавляю, изменяю оттеночки. Видите, как у меня тут уже мало его осталось, часто достаточно пользуюсь этими продуктами. Еще от этого бренда у меня есть вот такой вот оливковый аджастер, его я тоже беру с собой. Встала очередь консилеров, и первые два, это третий и седьмой оттенок от Anastasia Beverly Hills, мои последние любимчики, они мне очень нравятся, для съемок вообще идеальные, для клиентов тоже их люблю. Следом за ними отправляются Nars, Castard, Honey и Vanilla. Тоже обожаю консилеры от Nars, но я всегда об этом говорю, всегда признаюсь им в любви. Потом три малыша от DSAM, это оттеночки 1, 1,25 и 0,2. И также, если у кого-то будет очень сухая кожа под глазами, я буду использовать вот этот вот консилер от бренда YADA, потому что он прям подсвечивает и увлажняет, очень классный. Следом должны отправиться кремовые продукты для лица, кремовые бронзеры, румяна, хайлайтеры. И начнем мы с моей любимой палетки румян. Это палетка от Make Up For Ever, я ее уже показывала, она, видите, какая поюзанная, часто ее использую, очень люблю и с удовольствием отправляю в свой кейс. Затем две, как мне писали в комментариях, крышечки от Унитаза, уже так тоже порядочно замызганные, затюканные от Rose Ink, это хайлайтер в оттенке призматик, призматик же, да, и румяшки, вот такие кремовые, в оттенке Helio Drop. Два кремовых скульптора, тире бронзера, первый это скульптор от Pro Make Up, оттеночек 02, и оттенок 88, такой жидкий бронзер от Inglot. Как я уже говорила в разборе стола, забираю это в кейс, светленький такой хайлайтер, как раз для белокожих девочек, девочек на съемках, надеюсь, быстренько его закончу от Валерии Пименовой, и также кремовый хайлайтер всегда со мной в оттенке Spotlight от Charlotte Tilbury. Две пудры, одна подсвечивающая от Make Up For Ever в оттенке 2, и Translucent от Laura Mercier для матирования, для бейкинга, отлично, они мне подходят на съемочку. Еще вот эти два консилера положу, это Custard и Chantilly от Nars, но это такие матовые консилеры, чтобы точечно убирать какие-то недостатки. В качестве сухих текстур я с собой ввожу вот такую вот палетку Medusa от Hourglass, здесь мне нравится и бронзер, и румяный, и хайлайтер отличный, и пудры подсвечивающие тоже замечательные. Еще я кладу скульптор от Chic, скульптор у нее один в оттенке собственно 01 Perfect Sculpture. Две пудры от Charlotte Tilbury, одна потемнее, Medium, одна посветлее, это Fair Medium, это Tandip, вот так вот они даже распределены, они мне обе прекрасно пригождаются. Также беру румяшки в оттенке Pillow Talk от Charlotte Tilbury, и вот такой вот замечательный хайлайтер от Laura Mercier, он очень деликатный, красивый, для съемок вообще идеально подходит, это оттеночек Rose Glow. Также возьму бронзер в оттеночке Gona или Guna от Simi Haze, я его очень полюбила, он прям нежнейший, такой мягкий, деликатный, красиво все подсвечивает, и красивый дает эффект на коже. Еще я беру бронзер от Shantekai, вот такой, это лимитка какого-то там года бородатого, не помню, оттеночек сирена, и мне нравится смешивать разные бронзеры, поэтому я всегда беру несколько их. Если мне понадобится скульптор, то здесь у нас в дело вступает эта двушка от Шарлотты, видите, он практически закончился, но тем не менее я его все еще безумно люблю и активно использую. Просто собирать кейс, это знаете, как в Тетрис играть, иногда вот такое вот ощущение возникает, не знаешь, что куда положить, чтобы смотрелось аккуратно, красиво, и чтобы все везде поместилось. Переходим к палеткам теней, со мной всегда ездит Том Форд, начнем вот с этой палетки, это палеточка Роуста Пасс, дальше у нас вот эта вот чудесная базовая палетка, обожаю ее, вообще, мне кажется, любой макияж можно ею сделать, Минк Мираж, и такая лимиточка красивущая, с очень красивыми вот этими вот запеченными текстурами от Тома Форда, это называется Опрыски, и она какая-то грязная, я ее протру. Если вдруг мне не хватит оттенков матовых в Форде, я вожу с собой еще вот эту вот палеточку от Анастасии Воеводиной, тоже она у меня так порядочно поиспользованная, я ее очень сильно люблю. Я ее тоже вот сюда вот положу, вот здесь она будет лежать, потому что она не помещается, и туда же сразу отправлю хиндаша, потому что она максимально универсальная, она часто мне пригождается. Также возьму четыре палеточки от Шарлотты Тилбери, обычно я их больше вожу, но сегодня точно не пригодятся. Итак, пилоток, еще один пилоток, но со спарклами, Exagerise и Golden Goddess. Хочу еще взять вот этот сухой хайлайтер от Chanel, он яркий, если мне понадобится прям суперяркое сияние, я буду использовать именно его. Также со мной едут вот эти продукты от Magu Pro, это коллапс Анастасии Воеводиной и палеточка помад, вот так она выглядит, тоже уже такая, видите, порядочно поиспользованная она вся, и две палеточки фардов, да, вот эти оттенки, которые здесь показаны, они же у нас и внутри, и эти оттенки очень пригождаются, если нужно сделать что-то креативное, что-то необычное, либо, например, вот эта палетка пригождается, если в тон или в скульптор или в бронзер нужно что-нибудь подмешать, да и в качестве помад, при необходимости, также их вообще легко можно использовать. Со мной всегда на регулярной основе катается моя коллекция вот этот вот румян от Dior Backstage, я их очень люблю, и вот все, что у меня есть, они все катаются со мной на выезды, вы скажете, Диана сошла с ума таскать всякие тяжести, так нагружать кейс, но вот я их люблю, я люблю эти румяна, они мне часто пригождаются, я постоянно их использую, хоть чуть-чуть да подмешаю какой-нибудь из оттенков, поэтому пусть едут со мной, ну ладно, ничего страшного, в любом случае я несу чемодан только до машины и потом от машины до студии. Продукты, без которых точно нельзя обойтись, первое, это антисептик, разумеется, для рук, и второе, вот этот вот бьюти-миксер от Насти Воеводиной, да, он всегда необходим, чтобы что-нибудь, где-нибудь разбавить, там, подводку или карандаш, или, не знаю, подправить то, что накосячил, и, кстати, подводка следом отправляется, чтобы не ее не забыть, раз уж отправился уже бьюти-миксер, отправляется и подводка, и еще вот эту вот подводочку от Maybelline, та была от Inglot, она была черная, а от Maybelline, я возьму коричневую подводку, вот она, не думайте, что она новенькая, нет, просто вот эта вот крышечка всегда здесь прилепляется. Из ухода забыла еще положить масочку для губ, я постоянно вообще забываю этот шаг, и вот сейчас хорошо, что вспомнила и положила с собой. В качестве подложек под тени, кремовых теней, я вожу с собой вот таких вот малышей, у меня тут от Nye Alari, еще, кстати, где-то были оттеночки, сейчас я их найду и положу, это не все, у меня еще есть несколько, от Chic в оттеночке Chamois, или Chamois, также вот этот вот светленький от Beauty Drugs, это оттеночек Cream 05, Balerina Girl от Beauty Creations, и базу вот эту вот под тень от Nars, она, видите, какая марка, просто это ужасно, я не знаю, чем вот это вот все оттереть, только вот так вот скребать ногтями, но это неприятно, поэтому терпим и пользуемся в таком виде ужасном. Кремовые тени вот сюда к карандашам я положу, они отлично встанут. Я уже почти все собрала, когда поняла, что я не взяла с собой базы подсвечивающие, два оттенка Flows Filter, 3 и 5,5 от Charlotte Tilbury, и также подсвечивающую базу от Isamaya, а они на съемках очень часто пригождаются, чтобы сделать такую прям глоу, вкусненькую кожу. Ну что, нам осталось положить помадки, у меня есть уже палетка с помадами от Насте Воеводина и Mac You Pro, насколько мы помним, но я хочу положить еще несколько оттенков про запас. И вот такой у меня скромненький запас помад, давайте посмотрим, во-первых, две лимиточки от Chic, они такие, знаете, очень-очень рабочие, очень коммерческие, поэтому я люблю их с собой возить. Оттеночек 01, вот такой вот прям нежнятинка и оттеночек 02, тоже нежнятинка. Дальше Charlotte Tilbury Catwalking и Pillow Talk, разумеется, как без Pillow Talk, а без него никуда, он вообще уже в непотребном виде совершенно. Красная красивейшая помада от Yves Saint Laurent это оттеночек, вот такой оттеночек 151-62-W-201, что за название, нельзя вот придумывать какие-то адекватные названия для помад, вообще для продуктов. Ледепо и оттеночек бамбу, я его очень люблю, посмотрите, это просто идеальный нюд, я за ним гонялась по нескольким городам, пока я его выискивала, где купить. Я ввожу с собой вот эту помаду в оттеночке Sophie, она мне очень нравится, я с ней снимала такой шортик, рилсик, она прям суперская, как называется бренд-то. Ребят, вот название бренда я не могу найти, его нет на упаковочке, он был где-то там на коробке, но коробку я уже давно выбросила, в общем, я если найду, приложу тот рилсик, где я его показывала и припишу название бренда. Также я беру с собой вот этот тинт от L'Oreal, он мне супер как нравится, это оттеночек 301 Be Determined и 01 оттенок красной помады от Sephora также едет со мной. Эльвет Тедди, который я нашла при разборе, также будут работать активненько, и еще забыла положить вот эти кремовые тени от Анастасии Воеводиной, оттеночек 03. Фух, сейчас вроде бы все, а нет, нет, еще вот эти вот салфетки, конечно, для снятия макияжа, я их кладу просто вот в это отделение, но они всегда со мной, если что-то не так, если что-то нужно в процессе съемки подтереть, подправить, либо кто-то не любит после съемок ходить с макияжем, полностью стереть, можно использовать эти салфетки. И если у нас будет активно участвовать тело целиком, да, в кадре, и нужно будет его затонировать, то это хайлайтер и вот такой тональный для тела от Chic, они тоже со мной поедут. Ну что ж, вот такой вот собранный чемоданчик у меня получился, я надеюсь, вам понравилось собирать кейсы вместе со мной. Да, возможно, я вожу какие-то избыточные количество продуктов, я это понимаю, но мне нравится, мне нравится иметь полноценный запас того, что мне может пригодиться, даже если мне не пригодится, лучше перебдеть, как говорится, чем недобдеть, да, лучше я буду готова ко всему, чем я приду на съемку и пойму, что мне чего-то не хватило. Но здесь еще особенность в том, что я в целом знаю уже задумку съемки, и я знаю, что у меня будет несколько человек, и в целом это практически все это мне понадобится в том или ином количестве, чего-то больше, чего-то меньше, но в целом я задействую, скорее всего, все продукты, которые я сегодня взяла. Друзья, в комментариях я буду ждать ваши впечатления от подобного формата, понравилось, вам не понравилось, и брать вместе со мной кейс. Буду ждать ссылочки, если у вас есть на классные кейсы, которые вот не разваливаются за два года активной работы, хотя я в нем много ношу, поэтому я даже не виню его, что он развалился, что он уже ломается, рвется, в силу того, что здесь гигантское количество косметики, и это просто тяжело наверняка ему все это в себе носить, все это в себе держать. Но ничего страшного, пусть он еще какое-то время поработает, послужит, а потом обязательно найду ему замену. Ну что же, все ваши комментарии, лайки, подписки на канал я жду, также подписывайтесь на мои соцсети, другие на телеграм, на инстаграм, не забывайте, также я завела страничку на бусте, можете подписаться и поддержать меня и там, если вам нравится мое творчество, ну и мы скоро увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok